Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие друзья, 14 часов 3 минуты в московское время. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. Меня зовут Роман Шахов. И я вам обещал гостей, ну, слушайте, надо слово своё держать. Итак, встречайте, музыкальный журналист, медиапродюсер, глава музыкально-информационного агентства Кушнир Продакшн Александр Кушнир. Всем привет. А также музыкант из группы, я так понимаю, фронтмен, лидер коллектива, Джанк Ярд Стори Тейлос, Гриша, Григорий Залежнев. Всё ли правильно? Залежнев. Залежнев. Вот теперь всё правильно. Да, добрый день. Итак, друзья, мы готовимся к большому событию, о котором расскажет, наверное, Александр, чувствуя его пружинистую готовность. Внимание, внимание, страна ФМ и её обитателя. Стартует пружинистая готовность. Если серьёзно, мы с Гришей представляем сегодня обе стороны, как музыкальную, это Джан Киарс Стори Тейлорс, так и организаторскую идеологию, это Александр Кушнир. В старейшем стране раньше назывался рок-фестиваль, потом рок-н-ролльный фестиваль, а сейчас границы настолько размылись, что просто мультиформатный фестиваль молодой инди-музыки, инди-шата, который возник достаточно давно, ещё в 1990 году, и с тех пор я вместе с коллегами ищу молодые дарования молодых артистов, перспективных, самобытных, оригинальных, без каких-либо географических и стилистических ограничений. И вот из года в год финал фестиваля, по крайней мере, последние лет 10-12 проходит в Москве, и мы показываем всё это лучшее, что за год внимательное око пеленгатора. А их сейчас всё больше и больше. Да, сейчас к этому придём, обнаруживается. И, соответственно, как правило, в начале осени в статусных московских клубах проходит двухдневный финал, куда приходит без преувеличения практически вся музыкальная индустрия и внимательно отслеживает, что выросло. И вот эта вот пословица, нам не очень нравится, что выросло, то выросло, нет, ничего подобного. Потому что всегда, независимо от того, там, удачный урожай этого года или не очень удачный, всегда есть 10-12 команд, которые нас привлекли какой-то своей оригинальностью. Я очень люблю такое слово «кривизна» и не люблю слово «магистральная музыка». То есть это не мейнстрим, это не… Независимая. Это да, это независимая, с элементами, наверное, авангарда. Вот, и при всем моем огромном уважении к таким группам, как «Машина времени», у которой там 50 лет было на днях, или там «Моральный кодекс» или «Чайф», все-таки это группа, которая играет качественно, но мы стрим. Мы за эксперименты. Ну вот Гриша, может, что-то еще добавит. Ну, про фестиваль, да. О, для нас индюшаты стали такой отдельно стоящей случайностью, в долгой череде случайностей, которые привели к тому, что собралась наша группа. Вот, потому что и ради этого фестиваля мы и собрались. То есть до этого не было команды, Гриш? Как получилось? Ну, у нас была команда, мы играли, мы, по-моему, дали два концерта в барах петербургских. В Петербургских. В Петербург, да. Да, а потом так получилось, что нам сказали, что есть возможность приехать и отыграть на фестивале. Кто сказал-то? Кушнир лично позвонил и сказал. Она наша общая подруга, Александра Фрид, вокалистка. Так. Слушайте, ну, мы просто не большие поклонники соцсетей, а большие поклонники серфанного радио. И маловато она идет. И, ну, для тех, кто только сейчас включил там свои транзисторы. Ну, есть и такие, конечно. Да, да, транзисторы. Олдскул. Вот. Как бы я скажу, что вот группы ищутся абсолютно везде. И Гришина команда, она собралась под фестиваль. Вот мы сейчас спорили какой-то год. Ну, в общем, наверное, года три назад. Года три назад, да. Я сегодня написал в ВКонтакте два года назад. Меня поправил наш барабанщик, что это было три года назад. То есть и в 2016 году, ну, это же такая очень красивая история, романтическая, что группа собирается из Питера, группа из Питера специально собирается, специально собирается, репетирует пять песен, такой регламент. И, наверное, с ней до конца отрепетированный. Да, вообще не отрепетированный. Вот, очень ярко, вот за счет... Слушайте, ну, у нас есть видео с отборочного... А, давайте посмотрим. Тура, да, давайте посмотрим. Все внимание на эфир Страна ФМ, друзья. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Дорогие друзья, лидер команды Гриша Залежнев, а также великий продюсер Александр Кушнир в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Что мы сейчас посмотрели? Расскажите, как это вот снималось, где это снималось? Во-первых, мы не будем опровергать великий, гениальный или еще что-то. Я думаю, что по существу вопрос Гриши, вот что ты помнишь про это выступление, время, место и состояние до-концертового, время, после. Я помню, как мы сидели у себя на студии, точнее на мансарде над студией в Петербурге. И наш хороший друг Даня Непевный, который только приехал из Одессы. Потом он приехал из Одессы и с самолета, по-моему, тут же попал на студию. Вот, ну мы сидели, его встречали, праздновали и сказали, типа, чувак, а ты не хочешь взять бас-гитару и поехать с нами, там, дня через три поиграть в Москву? Гриш, это через какое количество времени, как он приехал? Он уже был готов поехать, да? Он сказал, ребят, ну я же гитарист, я не басист. Ну ничего, нормально, давай. Вот, он взял басуху, мы порепетировали и поехали. Честно говоря, состояние перед концертом, не помню, что там было. Волнительное, так это назовем. Да, наверное. Я, Гриш, немножко помогу, там, в принципе, сидит очень знаковое жюри, это эксперты из ведущих средств массовой информации, там газеты, журналы, радиостанции. Акулы такие. Акулы, да, ядреные прямо. И, что очень важно, я бы так сказал, что ли, не прокатчики, а слово, наверное, все-таки практика, то есть владельцы или арт-директора крупных концертных площадок, также промоутеры, и, безусловно, группа «Играя пять песен», «Пять песен» — это чуть больше 15 минут. И, как в высказываниях Энди Ворхола, то есть 15 минут славы, ты можешь сойти со сцены, будучи уже признанным, если не знаменитым, то заинтересовавшим экспертом. Уже предложат что-то, да. Вот, поэтому, конечно, с одной стороны это волнительно, с другой стороны максимально доброжелательная атмосфера, то есть то, что мы сейчас смотрели, это был отборочный тур, и там, как правило, участвуют пять групп из совершенно разных городов, это и Урал, и Сибирь, и Поволжье. Это московский еще тур, да? Это отборочный, но, чтобы не запутаться, я пока рассказываю, как это было в ситуации с Гришей и с его группой, а чуть позже, с твоей помощью, я надеюсь, расскажу, какие у нас новейшие истории, они прикольные. Вот, и в итоге по результатам отборочного тура нет правил, может в этот день из пяти групп выйти две, может выйти одна, все зависит от того, что на сцене происходит. Может вообще ни одна не выйти, я, честно говоря, такого не помню, но теоретически, если неудачно, то все, что угодно. То есть следим по ситуации. Были какие-то волшебные туры, когда просто мы ломали голову, потому что из пяти групп, ну минимум три, вот прямо были хороши. Вот, и, естественно, никто не знал подробностей, как много репетиций и концертов прошло у Джан Керреса Storytellers, вот, потому что выглядели они, может быть, за счет энергии отчаяния, довольно убедительно, и у них был нерв, у них был драйв, вот, как говорят музыкальные критики, музыканты, они были трушные, и поэтому они нас покорили. Ну, им веришь, даже когда смотришь видео, понимаешь, что все по-настоящему. Расскажи, пожалуйста, Гриша, как началась музыка в твоей жизни? Это музыкальная школа, это... Нет, я никогда не ходил в музыкальную школу. Ну, наверное, самый такой яркий момент, когда я начал действительно слушать музыку, это когда услышал на кассете, у мамы была кассета The Doors, я услышал Waiting for the Sun. Это было в Ухте, где... Нет, это было не в Ухте, это уже было в Москве, у меня было, наверное, лет пять. Вот. После этого что-то в плане музыки у тебя были какие-то симпатии, потом... Каким образом ты стал профессиональным музыкантом? Там караоке, когда взрослые детей просят, ну, как просят, заставляют, по сути. Заставляют петь там. Ну, я учил английский язык, поэтому мог петь Scorpions, что там еще мог петь? Да все мог петь, ну, слушай, английский язык. Ну, короче, на английском вот эти вот все... А Джо Кокер пел? Нет, Джо Кокер не пел, кстати. Не пел, да? Ага. Это странно. Так, после этого... Я помню Scorpions, потом помню еще, когда начал уже учить французский, в школе потом еще начался Джо Досен. И так мы понимаем, что ты знаешь минимум три языка, да? Ну, нет, в основном английский. Все, на французском и португальском я почти не говорю. Хорошо, после этого, ну, пока еще только это любительство. Как все переросло в профессиональный музыкант? Потом в 15 лет мы попали... Я попал на концерт группы Testament. Тогда как раз, по-моему, их вокалист Чак Билля пролечился. Или только начал, по-моему, терапию от рака. Ну, в общем, он приехал вот в тур, перед тем, как они замолчали на какое-то время. Вот, и мы попали, будучи, ну, детьми, по сути, подростками, попали на концерт. Там познакомились с чуваками, тоже, которым было по 13, там, 14-15 лет. Вот, решили, что мы замусим тоже трэш-метал группу, которая будет давать жару. Ну вот, ну и сколько мы там, 4 года играли, записали альбом, по-моему, полноформатный. Я уже не помню, сколько там он по времени был. Альбом? Да. Кто писал песни? Я. Кто сочинял? Музыка, при том, что ты не ходил в музыкальную школу? Я не имел вообще никакого отношения к музыке. У нас там были два гитариста, талантливые ребята, которые придумывали крутые рифы. Так, а ты? Ну вот, техничный барабанщик. А я просто писал тексты, на это все и орал. Дамы и господа, Александр Кушнир и Григорий Залежнев в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Программа «Лучшие в стране» продолжается, и мы говорим о тех музыкантах, которые появились не так давно, и которые уже удивляют, которые уже будоражат музыкальный мир. Ну, я бы тут такой эмоциональный монолог бы закатил, связанный вот с чем, что, наверное, все-таки это не первенство коллектива физкультуры по футболу, и нет такой вот отчетности, что вот эти вот попали в топ-10, а эти выступали на главной сцене нашествия. Тут, скорее всего, такие очень сильные культурологические функции, которые просто позволяют так или иначе где-то эмоционально, где-то по факту выступления в финале поддерживать молодые команды самобытные, и не случайно, вот радостно и с гордостью я сообщу, что спустя много лет на этот фестиваль обратили внимание те фонды, которые дают гранды, и вот в этом году фестиваль «Дюшет» выиграл президентский грант, который впервые, да, практически за 30 лет, и сразу же у нас словно выросли крылья. Во-первых, всем спасибо за поддержку, во-вторых, появляется возможность не лежать, как Иван, на печи 30 лет и 3 года и ждать, что там пришлют на почту из других городов, а самим выезжать, и, соответственно, вот, начиная с февраля 2019 года, мы в составе максимально авторитетного жюри, выезжаем по городам-миллионникам, и фонд поддерживает, есть возможность, чтобы эксперты смотрели группы прямо на местах. Схема очень несложная, то есть, допустим, первый город был Калининград, присылают 30-40 групп, мы отбираем 10 лучших, приезжаем и прямо на месте смотрим. Соответственно, группам не надо платить, извиняюсь, за проезд, за проживание. И точно так же после Калининграда был, я могу порядок путать, это неважно, Урал, Екатеринбург, потом, соответственно, Казань, Воронеж, Пермь, и вот буквально на днях был Краснодар. И сегодня, ну, я думаю, что я не погрешу, скажу, что впервые мы обнародуем первых финалистов. Ух ты, эксклюзивчик, Александр. Да, первых финалистов, и выглядит это таким образом, барабанная дробь. В Калининграде эта группа под названием Electrolyze, я думаю, ничего более, Гриш, более безумного в Калининграде за 30-40-летнюю историю местного регги и рок-н-ролла не появлялась в Москве, увидите, в финале. Как еще раз они называются? Значит, правильное название Electrolyze по латыни, как пишется, как слышится. Да, и там очень важный визуальный элемент, не буду пока палить все карты, вот картинку надо смотреть, вот, очень гордимся группой, которую не знали местные эксперты, вот, ну, наверное, многие в курсе, что только-только закончился Урал Мюзик Найт, громадный фестиваль, вот, в Екатеринбурге мы взяли такую поэтическую рок-ассоциацию, они называются Витамин Яз, я перевел как таблетки для молодежи, пусть Витамин Яз, ну, можно, при желании. Вот, Витамин Яз, вот. Знаток английского, да, сейчас Александр Гриш подскажет. Витамин Яз. Витамин Яз, правильно, да, спасибо. И в Казани группа Клевер называется, в Воронеже Титли Твистер, в Перми группа Абзац, но что интересно, они, ладно, ничего пока не буду говорить, и в Краснодаре называется Шишка. Ух ты. Да, значит, как хочешь так и понимать, там в середине SH английская и вокалистки 19 лет, то есть вот эти типичные такие истории, все играют очень разную музыку. А в Симферополе там что-то? Значит, остается совсем немного городов, значит, это, соответственно, в Крыму раз, в Питере у вас два, во Владивостоке три, и московский отбор четыре. И осенью, соответственно, ну, я думаю, что, скорее всего, это 16-й будет, пройдет финал. Вот, а поскольку сейчас грядет третий клип в передаче, несколько слов про группу, которая, наверное, вот после Нью-Шат дальше всех продвинулась без дураков на мировой сцене. Они называются «Жигвуд», они из Томска. Значит, это победители фестиваля 2012 года. Я очень горжусь, что был тем человеком, который впервые привез их в Москву, поддержал. Да, путевку. Ну, можно такие слова даже говорить. Вот, и я всегда мечтал, чтобы у нас в стране появилась группа, и хотя там ярый поклонник писать на русском языке, я мечтал, что уж если на английском, ну, это должна быть такая группа, которую приезжие там американцы, англичане не смогут отличить от своих. Аутентичные, да. Абсолютно. Вот. И появился барабанщик на сцене, гитарист и худенькая, невысокая вокалистка, которая... Ну, давайте посмотрим. Давайте, конечно, что же мы все. Поехали. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Мы продолжаем. Александр Кушнир, Григорий Залежнев. Мы говорим сегодня о той музыке, которая, ну, должна звучать, и мы благодаря Индюшатам и Стране.ФМ даем возможности... Спасибо вам огромное. ...быть услышаны и увидены. Вот. И удивительно, что, несмотря на то, что группа из Сибири, группа Григория из Питера, значит, они неоднократно пересекались. Ну, несколько слов скажи. Можно даже про фургон. Ну, как пересекались. Да, более чем. В том плане, что Саша выступала с нами на одной сцене. Это вокалистка, да? Да, вокалистка Джек Вуд выступала с нами на одной сцене. Ну, в смысле, на одной сцене. В нашем составе, когда мы играли с расширенным составом, с оркестром. Ничего себе. Так. Ну, вот. Мы с ней исполняли, по-моему, песни три или четыре. Вот. Я имею в виду не как бэк-вокалистка, а то есть мы раскладывали там... Раскладывали куплеты на двоих, короче. Ну, ты по-английски поешь, а она по-английски. Да, да, да. Отлично, так. Вот. Это было, по-моему, и в Питере на концерте с оркестром, и в Москве, когда мы играли концерт с друзьями, когда с нами на сцену выходили. Как раз там была и Александра Фрид, и Света Жаворонкова, и Саша Клокова из Джек Вуд. Кого там только не было. И ребята из OMY были, и из Viceverse. Ну, короче, была такая коллаборация. То есть коллаборация такие, да, хором сказали. Скажи, вот я так понимаю, ты и учился на человека, который профессионально владеет иностранными языками. То есть переводческий факультет. Ну, спасибо маме, да, так получилось. Английский язык для тебя, ну, практически родной язык. Там это началось раньше, чем переводческий факультет, потому что у нас на районе была только одна нормальная школа. Если не говорить про физико-математические. Вот, это была английская гимназия, при которой был детский сад, где тоже обучали... А ты гуманитарий, да? Физика там... Нет, я в физико-математическом лице учился при Бауманке один год. Не твое. Не очень. Скажи тогда, кто эти ребята, которые также поют в англоязычных группах? Они тоже дружат с инъязом или как вообще? Откуда они? Кто именно? Ну, вот Саша, например, да? Ну, давай я начну, а ты подхватишь, да? Да, пожалуйста, так. Значит, это Кулибины и Ломоносовы. Самородки, получается. Сказал бы, наверное, самоучки, да, потому что, ну вот, когда пытаешься донести до музыкальной индустрии такие группы, ну, что хочешь? Хочешь, чтобы модель мира была идеальной, окружающего тебя мира. Хочешь, чтобы, как бы, по крайней мере, представители музыкальной индустрии первыми узнавали о новых артистах, которые, ну, вряд ли они будут выступать на новогоднем огоньке, на дне милиции. То есть они... Но это не единственная возможность, да, доносить свою музыку. Думаю, да, думаю, да. Но все равно часто кто-то в самом хорошем смысле маньяк интернета, кто-то настолько погружен в себя, что, ну, надо протягивать руку и надо помогать. Потому что, ну, история рок-н-ролла, она часто зафиксирует такие факты, когда кто-то эмигрирует, кто-то спивается, кто-то почему-то в 27 лет уходит в мир иной. И вот это, мне кажется, очень важным. И вот в ситуации вот с такими группами, в основном, конечно, в основном, конечно, индишата ориентируется на родную речь, на русский язык. Вот, но это не значит, что художник, там, Гриша, например, или Саша Клокова, вокалистка Джигу, не имеет права выбирать те краски, которые для них органичны. И даже это не демократия, а это просто предельно естественно и нормально. И я помню, что мне позвонили москвичи из Томска и сказали, мы тут заехали случайно в гости и попали на репетицию группы. Говорит, это вообще нечто. И я чувствую, что просто в восторге. Звонят из Томска, я говорю, ну давайте таким образом сделаем, дайте мои координаты, почту, телефон. И события дальнейшие произошли очень быстро. Представили какие-то видео, если я скажу ужасного качества, я сделаю комплимент. Видео ужасного качества. То есть это было за гранью доброй зла. Видеохоум-систем, да. Это было просто, то есть, наверное, снималась такая была боевая задача, как бы так снять, чтобы ничего не было слышно, ничего не было видно. Но, тем не менее, я подумал, почему нет, и пригласил в Москву. И когда ребята, Гриша, тебе интересно будет, объявляя вторую или третью песню, сказали, ну это посвящается Питеру Хеллу. Ну вот, Гришарду Хеллу посвящается. Я так подошел, я поймал себя на том, что я к сцене подошел на три шага ближе. А ко мне подскочили всякие музыкальные журналисты, говорят, кто такой Ричард Хелл, кто такой Ричард Хелл. А я, значит, сказал, просто найдите где-нибудь книгу, прошу, убей меня, вот, и все поймете. А когда они заиграли следующую песню, я подумал, черт, вот, буквально месяц назад... Это был тысяча девятый, наверное, да? Десятый или одиннадцатый, вот. И буквально индишата закончились за месяц до этого финала. Я думаю, черт, вот именно вот таких волчар, вот, мне не хватало, жалко как. И их первое выступление в Москве закончилось очень смешно, то есть, я думаю, всем понравится. Ровно в этот вечер Константин Львович проводил в кинотеатре «Карула Октябрь» огромную презентацию фильма про Высоцкого. А вот я название не помню, ну, понятно, который недавно был. Спасибо, что вы живете. Спасибо, да, да. Значит, и презентация была сделана с огромной любовью, то есть, холл, весь холл, все пространство «Карула Октябрь» было стилизовано под Самаркандский рынок, ну, поскольку там события происходят, да. Вот, и тут плохиш, Кушнир, позвонил, сделал несколько звонков журналистам, которые в этот момент абсолютно бесплатно на халяву пожирали пряности и сказал, что вы не там находитесь, срочно такси и в клуб Чайна Таун, срочно. Вот, и пользуясь случаем я приношу извинения Константину Львовичу, потому что на двух машинах вся королевская рать к пятой песне оказалась, я не знаю, не повстречной ехали или... Вот, и настолько было сильное впечатление от этой группы, что на веранде клуба мы просидели до 4 часа утра, по-моему, говорили разговоры, и действительно эффект был очень силен, и я вспомнил фразу, что вокалистка сказала мне, я говорю, какой у тебя опыт концертный, она сказала, ну, я выступала в Кремле, пауза, когда мне было 9 лет в составе хора. Отлично. И я говорю, ну, а как тебе вообще в Москве, вот, сэр, сейчас ты вот такую музыку играешь, она говорит, мне так понравилось, что я бы из этого клуба всю стену увезла себе в Томск, так мы стали дружить. Давайте подведем итог, значит, что у нас просто времени действительно остается совсем мало, что по индюшатам еще важного мы должны сообщить людям, потому что, ну, действительно... С радостью сообщу, что все первые три места в индюшатах прошлого года заняли группу с Урала, из Екатеринбурга. Русский рот, да. Все-таки, все-таки молодцы, все-таки вот эти вот все истории с Урал Мюзигна, со старым новым роком, то есть там определенная инфраструктура дает свои плоды, и Гран-при впервые за всю историю фестиваля поделили две группы, обе с Урала, одна с таким, Гриша, тебе понравится, длинным названием, Дзынь, вот, с прекрасной вокалисткой и вторая, называется, вообще за одно название памятника надо ставить, Авангард Леонтьев, они чудо-как хороши, и, ну, наверное, вот, готовясь, готовясь к финалу 19-го года, еще раз поблагодарим вас за приглашение, президентский фонд и грант за помощь. И за продолжение сотрудничества хотелось бы тоже вот как-то, да, замовить словечко. Я думаю, что прямо хочется, вот, и посмотрите, посмотрите на кульминацию прошлогоднего финала Авангард Леонтьев. Да, мы посмотрим, друзья, будьте в компании Страны ФМ, Александр Кушнир был у нас в гостях, а также я благодарю Григория Залежнева, это лидер коллектива Джанки Арт Стори Телос. Спасибо и до новых встреч, всего самого доброго. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ.